Всем профита, с вами Кирилл Эванс. Итак, у нас внеочередное видео на неочевидную тему. Она подойдет и новичкам, и хомячкам, и среднячкам, и опытнейшим инвесторам, которые в крипте уже 100 лет. Хоть крипте и не 100 лет. Итак, я уже немножко запоздал с данным роликом, потому что уход на была днюха. Круто отпраздновали, я исправлюсь, потому, господа, устраиваемся поудобнее. Чаечек, кофеечек, пледик, осень, на улице уже холодно. Дома сидим, чилим и смотрим данное видео. Итак, поехали. У нас сегодня пример правильного формирования торгового плана. Это всем подойдет, потому повторение мать учения, поехали ближе к делу. Итак, основные принципы данного набора, и сегодня на практике все это пройдем. Итак, первый принцип – это максимальная диверсификация. Без этого никуда, потому что если не делить, ни один инвестор так не делает. Почему? Потому что вы берете на себя самые большие риски. Новички всегда делают эту одну и ту же ошибку. Они приходят на рынок, берут и всю котлетку вливают в один актив, потому что им сказали, что он самый перспективный. Ну и вам, скорее всего, Габелла. Вы будете расстроены. Если вдруг это была луна, то вам с камина Габелла. В общем, дальше инвестируем только свободные деньги, которые не боимся потерять. Почему это так важно? Что вы психологически могли спокойно сидеть и при закрытии базовых потребностей. Очень часто люди приходят на рынок, потому что считают, что рынок – это то, где можно зарабатывать. Это такая пещера с золотом. Это ошибка, потому что на рынок нужно приходить, когда у вас уже есть капитал. Это очень важно. Потому что если у вас 200 баксов, лучше пойдите на обычную работу, сэкономите время, больше заработайте денег. Потому что люди пытаются здесь с 200 баксов сделать миллион. Господа, это практически невозможно. Вот такие дела. Дальше ставим реальные цели, а не выдуманные. Не поддаемся эмоциям. Это относится к пункту «инвестируем только свободные деньги», потому что если они свободные, то вам все хорошо будет с эмоциями. И набираем и фиксируем несколько этапов. То есть не на всю котлету, а постепенно. Вы выбрали точку для входа, поставили реальные цели и поехали дальше двигаться. Как мы это и делаем уже полтора года. Дальше. Всегда держим фиат или доллары на случай черного лебедя. Потому что кто его, мать его, знает, что завтра произойдет. Может какой-то метеорит упадет, биткоин скоманет, и что будем делать? Распределение. У нас, для примера, 10 тысяч долларов, это 60% в хардкэпы. Это биткоин, эфир, BNB и так далее. Это самые сильные ликвидные активы. Ключевое это, ребята, ликвидность. Потому что если у вас много биткоинов, допустим, вы институционал, вы не можете себе позволить монетку шиба. Потому что вы с нее не выйдете, там слишком мало ликвидности. 30% мы инвестируем в мидлкапы. Это там Солана, Палкодоты, Ниры, Аваксы. Все, что хотите, все, что под ними идет. Это то, что такое более среднее, низколиквидное. Но, в принципе, на это можно довольно неплохие деньги сколотить. Плюс это перспективно. И лоукэпы, это такая венчурная инвестиция. Там могут быть большие иксы, потому что нет ликвидности. Там косарь 2 баксов кинул по маркету, все улетело. Но перспектива есть, потому от нее отказываться не будем. Но рисковать будем только на 10% своего капитала. Это что касаемо вот такого распределения. Я, значит, взял для себя всю эту штуку на 10к, поделил на 2000 долларов и вот здесь расписал. Значит, на 2к баксов у нас будет биткоина на 720 долларов, эфира на 360 баксов и BNB на 120 долларов. И так далее. Покажу, что это вообще такое дальше у нас. Так, едем дальше. У нас еще, значит, это я показал вам BNB и так далее. Вот, это у нас первая часть нашего портфеля на 60%. Это хардкэпы. Это у нас биткоин, эфир и BNB. Здесь вот такое соотношение выбрато 60-30-10. У меня оно здесь такое же, только в пропорции на 2000 долларов. Еще раз, 720, 360 и 120 долларов. Дальше у нас, значит, это у нас мидлкапы. Я выбрал Cardano, ADA, Solana, DOT, Atom, NIR, AVAX и MATIC. По 450 баксов, по 15% их и более волатильный MATIC на 10%. Это 10 активов в сумме на 3000 долларов здесь и на 600 баксов в моем портфеле. Вот, это 90, 90, 90, 90, 90, 90 и 60. Поехали дальше. И еще у нас третья часть. Это самые такие высокорисковые активы. Они такие лоукапы, но они есть. Это еще не самый максимальный риск, потому что есть проекты, которые только запускаются. Поэтому я взял консервативный портфель для новичка. Это лоукапы, это Helium, это Elrond E-Gold, это Kuzama, это Tezos, это Ethereum Classic, Monero, Zcash, Dash, Litecoin и Decree. Все эти монеты есть на бирже Binance. Можете для себя такой портфельчик сделать. В общем, с этим разобрались. По такому итогу у нас выйдет очень прекрасный, вот такой интересный портфель. Это все, что у нас, в принципе, получилось с элементами диверсификации. Пожалуйста, на 10к баксов. На 2к баксов у нас получилась вот такая пропорция всех этих монет. Поэтому поехали, все это попробуем сделать, реализовать на бирже Binance. В общем, все это закрываю, чтобы меня не скомануло. И погнали, господа. Итак, биржа Binance на экране. Мы с вами завели сюда 4000 долларов. Еще вам хочу одну детальку такую сказать, что лучше сразу же иметь еще дополнительные деньги, чтобы потихонечку добавлять свои активы, если цена будет падать. Я просто вам покажу, как это все собрать и буду это держать. Просто я вот такой додик со своей методикой купил и больше не усредняюсь. Вот, сейчас, да, 2000 долларов у нас на споте. И 2000 долларов у нас на фьючах спекулятивно. Тоже буду показывать сделки на фьючах. Такие мелкие, с риск-менеджментом. Все это будет на канале. Плюс еще придумал прикольный формат. Это крипта каждый день. Будет выходить каждый день ролик с несколькими новостями, лайфхаками, советами каждый день. Я постараюсь это сделать. Не гарантирую, что это будет в течение 2-3 дней. Но я постараюсь выйти на такой режим. Надеюсь, вы меня в этом поддержите. Давайте наберем под данным роликом много лайков, чтобы я увидел, что вам это нужно. Чтобы я каждый день говорил вам о чем-то новом. О новых проектах, о всем, что происходит в криптоиндустрии. Такие дайджесты каждый день. Поехали. 2 кабаксов завели. Все отлично. Погнали все это смотреть. Будем покупать. Итак, у нас вот этот списочек здесь есть. Итак, на 720 долларов покупаем у нас биткоин. Итак, господа, 720. Купить по маркету. Бах! Красота. Купили. Есть. Дальше. Нам нужен эфир. Эфир на 360 долларов. 360 баксов. Итак, пишем тикер. Итак, эфирим. Это все нам не надо. Вот эфир к тезеру. Отлично. По маркету 360 долларов. Итак, купить эфир. Пух. Купили. Очень быстро. По маркету лупим, двигаем цену. Вот мы красота. Все отлупили. Запампили. Эфир летит в космос. Дальше. BNB. 120 баксов. Итак, BNB. Быстренько все сейчас соберем и поедем дальше. Итак, BNB. 120 баксов. Еще раз показываю все на личном примере. Не как другие. На каких-то теориях, на цифрах. Все на личном примере. Рискую своими бабками. Если вам даже это не подходит. Просто посмотрите, что с этого получится через какое-то время. Очень все просто на моем канале. Вам это если не нравится, сможете просто посмотреть это. Это открытая информация. Что с этим получится через, допустим, полгода, через год. Все, нет проблем. Не инвестируйте так. Сидите, ждите. Так, все. BNB покупаем по маркету тоже. Есть. На 120 баксов. Там почти половина вышла. Так, дальше у нас. Следующие. Это Ада. Solana. Dot. Atom. NIR. AVAX. И MATIC. Погнали. Это у нас первое. Это у нас Ада. Наша Ада. Скоро выйдет у нас обновление. Василь. Вася Шевчук, тебе привет. Скоро ты придешь. Главное, чтобы к вам приходил Вася. Или Василь. Как это у Кардана. А не Коля Маржин. Как это было вчера. На заседании ФРС, где они объявили повышение ставки на 75 базисных пунктов. Если вы видели эту волатильность, это была жесть. Там за буквально 15 минут сбрили 200 миллионов разных позиций. И лонгов, и шартов. В общем, спекулянтов всех бреют на этих горках. Катают каждый день. Потому мы с вами не такие. У нас спотик есть. Мы не переживаем. Итак, Ада. Ада, Ада. К Тезеру. 90 баксов. Погнали. Лупанем по маркету. Сейчас кого-то там сбреем по любасу. Итак, бах. Все. Купили. Дальше. Соланка. Наша любимая. Так. Почти 3 штуки получится. Ё-моё. Итак, Соланок Тезеру. Есть. Так. 90 долларов. Правильно все? Правильно. Так. Отлично. 90 баксов. Поехали. Так. Есть. Купили. Дот. Полка Дот. Вот это Дот. Ай-яй-яй. Так. Дот покупаем на 90 долларов. Есть. Атом. Мой любимый Атом. На столько баксов набрал. Ё-моё. Господа. Вера в эту монету меня просто преодолевает. Итак. 90. Растет и растет. Покупаем на хаях локальных. Скажут многие блогеры. Боже. Я говорю. Что ты делаешь? Жди 3 доллара по Атому. Ждем. Господа. Ждем. Так. Покупаем Атом на 90. Нир Протокол. Скоро Децентрал Банк, думаю, поможет этой монете и их стейблкойну USN сделать огромный и капитал и вообще огромный адопшен. Мы с Илюхой уже общались. Крутой чувак. Посмотрим, что будет дальше. Скоро свой лаунчпад запустим на платформе. Будет ракета. Итак. Паниру. Паниру. Меньше воды, больше дела. Эванс. Погнали. Так. 90. По маркету. Лупим. Блин. Свечка не полетела. Ладно. Дальше. Авакс. 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 Есть. Аваленч. 2К монет накопил. Вам дальше покажу, сколько уже монет у меня на споте на Огексе. Так. Покупаем Авакс. 90 баксов. И теперь Матик. 60 долларов. Полигончик. Тоже, блин, скамина лютая. Так. На 60 баксов покупаем. Есть. Купили. У нас осталось на счету. Закройся, скамина. 210 долларов. У нас, значит, осталось. 10 монет. У нас что? Хелиум. Элронт Еголт. Кузама. И так далее. Погнали. Хелиум. Тоже крутая монета. Скоро переходит. Покажу дальше новости на Солану. Уже проголосовали. Уже утверждено. Это, ребята, будет прям взрыв. И на Солане, и на Хелиуме. Итак. HNT. 2К монет у меня уже есть на Бинансе. Я себе сижу чилю и не переживаю. Итак. 3 доллара цена была. Блин, какая сточная цена. Так. Итак. 20 баксов. Есть. Покупаем по маркету. Есть. Элронт Еголт. Так. Есть. 20 долларов. Купили по маркету. Красота. Кузама. Кузама. Канареечная сеть. Вот. Для полка Дота. Сначала все запускается на Кузаме. Как на такой. Это была тестовая сеть. Потом она стала уже таким. Отделилась и стала нормальным проектом. Там тоже очень большое сообщество. 20 баксов. Есть. Погнали. Оба. Так. Тезос. Тезос. У нас тоже перспективный проект. XTZ. Укатали его в Донарину. Почти в скамину. Так. В общем. Купили. Господа. Еще такой к вам вопрос. Как к сообществу. Очень часто люди начали применять слово в реальной жизни. Габалина скамина. Я иду по городу. Все орут. Габалина скамина. Привет. Напишите пожалуйста в комментариях. Применяете ли вы наш мем такой уже в сообществе. Габалина или скамина. Очень такое слово. Такое прям уже слово паразит. Везде применяю это слово. Что с этим делать я не знаю. Жесть. Так. В общем. Купили мы. Тезос. Едем дальше. Эфириум классик. Он там на локальных аях. Нас это не беспокоит. Мы покупаем. Так. Упал уже на половину того что вырос. Но нам это все равно. Мы додики. Мы додики. Господа. Так. Все. Мы купили. Эфириум классик. Теперь Монеро. Так. Тоже на 20 баксов покупаем. И у нас остался Zcash. Зэк. Почти как Зэк. Да. 20 есть. Так. Дэшка. Лайткоин. Дэш. Так. Дэшка. Так. Лайткоин и декрит. Сколько у нас осталось? Покажи. 50 баксов. Ага. Так. ЛТС. 20 вливаем. И у нас декрит. Господа. Последняя монета. Ключевой момент. Так. Бах. И у нас остается аж целых 10 долларов. Который мне отправил Шевчук. Чтобы я подумал о комиссиях. Но суть комиссии не понравились. Потому все отлично. Все собрали. Итак. Давайте посмотрим наш портфель. Уже который собрался. Итак. Заходим на Fiat Spot. Вот наши все монеты. Которые были собраны. Биткоин. Эфир. Бенби. И Atom. Cardano. Avax. Dot. Solana. Nirmatic. Helium. Kuzama. Tezos. Zcash. Litecoin. Dash. Decreet. Monero. Ethereum. Classic. И Elrond. Egold. Все. Господа. Мы собрали свой портфель. Уже плюс 7 баксов. Но это самый лучший портфель. Потому уже плюс 7 баксов. Красота. Дальше. На. Ребята. На фьючах. Мы будем с Коттном трейдить. По риск менеджменту. 1 к 3. 1 к 5. Буду показывать эти сделки. Когда мы их запишем штук 10. Уже смонтирую ролик. И вам это все покажу. В дальнейшем буду показывать каждый день отчеты по крипте. Отвечать на ваши вопросы. Потому не стесняемся. Пишем в комментариях все ваши вопросы ключевые. Буду их собирать. И в одном ролике каждый день отвечать на ваши вопросы. Потому, господа, такие дела. Дальше. Я собрал уже полностью все, что хотел. Мне осталось накопить, господа, 120 монет АВАКСа до 2000. Чтобы мне сделать ноду для того, чтобы вы могли хорошо стейкать у нас. И получать за это крутые реварды. Все. Я все набрал, все, что хотел. Вот мой портфель. Вот его анализ за 3 месяца. Вот так он выглядит. Мне хорошо. Я чилю медвежка. Что-то не медвежка. Вот так, в принципе, я собрал свой портфель на бирже ОКИКС. Кому нужны биржи со скидками, с разными бонусами. Все это в описании. Максимальные скидки для вас повыбивал. Переставил все партнерки на максимальную скидку. Не жалею. Забирайте. Вот такие дела. Все в описании под роликом. Дальше, господа, поехали по новостям. Итак. У нас после заседания ФРС индекс повалился вниз. Довольно-таки, ну, немало. Давайте посмотрим. 4% это не хухры-мухры. В сумме за 2 дня. Вот. И, по-видимому, мы с вами идем к отметке 3500-3600. Если ее пробьем и обновим лой, то будет уже страшновато. Но пока все держится хорошо. Не переживайте. Пока держимся. С вами в нашем сообществе. Дальше. По битку. Биток отреагировал таким пампом и дампом. Давайте посмотрим на часовике. Тут прямо вот было бах. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Пошатали тут всех. Повыбревали. В общем. И цена пришла. Обновила данный лой. Забрала здесь ликвидность. И пошла наверх. Я еще вчера говорил своему товарищу из разработчиков. Наиксу. Что мы, скорее всего, обновим данный лой. И пойдем наверх. Вот мы его обновили. И пошли наверх. Кто хотел, пооткрывал вчера на фьючах. Сделки с коротким стопом. Но, если неправильно все это сделать. То вас просто к чертям снесет. Вот такие дела. Так, в общем, все эти монеты будем дальше еще смотреть на наших графиков. Пока не вижу в этом смысла. В принципе, посмотрим. Но давайте уже после самых шикарных новостей. Итак, господа. У нас очень прикольную модель. Я уже говорил, что скользящие средние нельзя использовать просто на пересечениях. Это вам ничего не дает. Лучше работать на отклонениях от одной скользящей или от графика. Вот человек в твиттере очень крутую показал модель. На отклонении в 36% от зеленой в 200-й скользящей, которая медленнее, чем красная в 50-е. Это у нас SMA. У нас пик рынка. И вот здесь то же самое и происходило. И на отклонении уже вниз от 200-й к 50-й. Это у нас дно рынка. По такому принципу можно и работать. Вы берете две скользящих и работаете на отклонении. Показываю это на графике битка. Допустим, мы с вами хотим... Давайте откроем график BLX и захотим поработать на отклонении от скользящих. Итак, давайте посмотрим. Я включу скользящие вот индикаторы. Добавляем обычную MA, скользящую среднюю. Допустим, мы добавим с вами на недельном графике. Добавим себе настройках 60-ю. Длина. Есть. Итак, давайте посмотрим. На отклонении вот этой скользящей на максимальном, но не на среднем, мы будем продаваться. У нас вот есть, да, допустим, вот отметочка, да. У нас это не отличается от среднего значения отклонения. Вот пик 115% от скользящей у нас отклонения графика. Давайте посмотрим на пике. Вот у нас пик. Смотрим 400%. Это намного больше среднего значения в 4 раза. Потому продавайте, само собой. И то же самое вниз. У нас есть среднее значение вниз и есть максимальное. Вот вниз у нас отклонение от скользящей 22%, а здесь было аж 60% вниз от скользящей. Давайте посмотрим здесь, да. На вот этом отклонении у нас среднее где-то 100%, да. А на вот этом пике у нас отклонение вот аж целых 300%. Видите, насколько сильно отклонение. Если вы уберете историю графика, вы увидите, что оно так в принципе и есть. Вот, если я уберу эту историю в симуляторе, то это скользящее очень сильно запаздывает. Потому вот здесь были вот такие значения 30, 40 и 100% в моменте от скользящего отклонения 300%. Это очень бычья штука и уже, ребята, нужно задумываться о какой-то хотя бы частичной фиксации. Дальше. Если мы вырубим симулятор, давайте посмотрим, какое у нас отклонение здесь от скользящей. Вот здесь 51%. Вот здесь у нас почти 60%. Хорошая точка для набора. Потому, господа, лежайте сами, выбирайте скользящую и работайте на отклонении. Все эти скользящие осцилляторы, индикаторы, это прошлое, это левая часть графика. Они не прогнозируют будущее. Плюс все эти скользящие строятся на основе графика, потому они его не предсказывают. Можно какие-то закономерности находить, но, пожалуйста, не слушайте людей, которые говорят вам, что пересечение что-либо значит. Оно значит в моменте на истории, да, там крестсмерти, писайклы, это все прикольно. Но самые крутые модели работают на отклонении от скользящих, а не на их пересечении. Потому данная модель может использоваться только на отклонении. Вот такие дела. Тоже буду показывать, как будем фиксировать наш портфель уже на отклонении вверх от этой скользящей средней. В принципе, можете любую подставить, ничего, в принципе, не изменится. Даже если мы поставим здесь сотую скользящую, давайте вот сотую, то у нас все, что изменится, это длина и тип отклонения. Здесь будет то же самое. Вот здесь будет 87, здесь будет 142, а здесь будет аж целых 1000%. Но видите, как сильно отличается это отклонение. Потому стоит задуматься о покупках или продажах. Вот такие дела. Потому данная модель очень крутая. Забирайте себе, фоткайте экран, пока я сижу. В общем, с этим все понятно. Поехали дальше. Что у нас еще? У нас оба предыдущих биткоин медвежьих рынка завершились пробитием многомесячной горизонтальной поддержки. В общем, очень много людей сейчас пытаются находить новые факторы, новые корреляции. Что все габело, все будет. Ну габело так продайте. Подтвердите свои слова действия. Вот я подтверждаю, что я бык, я покупаю всегда. Вы, что медведи, продавайте всегда. Или продайте, или встаньте в шорт. И в чем тогда смысл говорить? Я тоже могу говорить о том, что будет медвежка и покупать. Ко мне вчера пришел друг, говорит. Кирюха, ну вот зачем ты покупаешь? Я вот, допустим, в шортах. Но я тоже покупаю крипту на споте. Я говорю, так стоп. Ты веришь, что она будет падать? Стоишь в шорте, но покупаешь на споте. В чем логика? Логики там нету. Он, в принципе, сам не знает, зачем он это делает. Потому что он видит, что люди пытаются шортить. Он идет вместе с ними. Стадный инстинкт. Ну такие дела. В общем, этот человек тоже говорит о том, что у нас, что? Была очень долгая поддержка. Потом слились. Долгая поддержка, а потом слились. Долгая поддержка. И теперь тоже сольемся. Ну посмотрим, сольемся мы или нет. Фиат держите. Если вам это нужно будет, купите. Не нужно. Продайте к чертям собачьим. Купите дешевле. Сейчас можете продать. Он стоит 20. Купите по 10. Круто же. Х2 по сути профита сделаете. Красота. Я считаю, да. В общем, потому продаем. Evans дурачок. Пусть покупает. Вы не покупаете. Ни в коем случае. Ни в коем случае не покупайте. Ни в коем случае. Поехали дальше. Так, у нас еще. Узлы. Это по поводу нот. Всегда считают самую длинную цепочку правильной. И будут продолжать работать над ее расширением. Хешрейт зависит от психологии рыночных циклов. До сих пор медвежьи рынки закончились после того, как корреляция рыночной капитализации и скорости хеширования стала отрицательной. По битку. Давайте посмотрим, как это было в прошлых циклах. Итак, как только у нас корреляция капитализации и хешрейта становилась отрицательной в этой точке, у нас формировалось дно цикла. Здесь то же самое. Вот это отрицательная фаза. Тут это было дно цикла. И сейчас то же самое. Отрицательная корреляция. Потому, господа, задумайтесь. Здесь есть тоже куда поглядеть. У нас рынок зреет. В нем больше денег. Поэтому коррекции будут меньше. Если мы в прошлых циклах с вами видели, что биткоин падал на 93, в этом он упал на 86, в этом он упал на 83, то в этом уже не будет 83. Скорее всего, господа, 74. Такое вполне может быть, потому что в этот цикл пришли институты. И тут уже как бы и больше ликвидности, и меньше, но монет точно в рынке будет все меньше и меньше. И поэтому биткоины будут расти. Потому, господа, как только печатный станочек расчехлят, кто думает, что биткоин начнет расти, вот когда они перестанут ставку понижать. Уже биткоины реагируют даже на 75 базисных пунктов. Господа, если у нас будут прогнозы весь год 75 базисных пунктов повышения ставки, биткоин реагировать почти никак не будет. Потому что этот прогноз это то же самое, что люди прогнозировали, что ожидали, то и получилось. Если будет выше прогноз, да, или прогноз будет ниже, а ставка будет выше, тогда будет падение. Потому, господа, мы можем здесь колупаться очень долго. Потому это отличное время для набора своих позиций. Даже если вы покупали по высокой цене. Я тоже это делал, не переживаю, у меня все отлично. Главное иметь фиат, потому что самые главные принципы нарушать нельзя. Как только вы нарушаете свои же правила, вам приходит габелина. Вот такие дела. Так, дальше Helium официально. У нас закончилось голосование. 80, почти 2% проголосовали за переход на Solano. Потому уже официально Helium перейдет на Solano. Вот такие дела. Так, по поводу нашей платформы. Развиваемся дальше, фиксим баги, допиливаем новый функционал. У нас появилась вкладка конференции на площадке для подписчиков и тех, кто взяли тариф комьюнити. У нас в Дискорде очень много всего поменялось. Мы добавили очень много крутого функционала. Господа, вы сейчас просто будете в шоке. Показываю в двух словах. Что добавили? Итак, господа, это скамина, это наши стикеры в Дискорде. Итак, мы добавили форум, добавили библиотеку наших всех, всего самого нужного для криптоэнтузиаста и криптоинвестора. Суппорт вы видели, хомяков вы видели наших. Дальше вкладку инвестмент, где мы добавили все. Я расписал все, что вам нужно вообще в криптоиндустрии. Как покупать, усреднять, докупать, фиксировать, какие циклы есть, рекомендации. Все абсолютно на графике. Все мы расписали, ребята. Дальше торговые идеи. Вот здесь прям с монетами, ссылками. На них все это здесь есть. Потому залетайте. Это не бесплатный контент, потому что мы очень много тратим время на формулировку этих штук. Также добавили вкладку вопрос-ответ. Это по принципу ответа Mail.ru. Свой вопрос задаете. Люди отвечают. И вы сможете очень быстро найти любой ответ на ваш интересующий вопрос от нашего сообщества. Вот такие дела. Все остальное вы уже посмотрите сами. У нас завтра конференция в Дискорде. Сделаем, скорее всего, ее открытой. Поэтому влетайте даже к нам в бесплатный чат. Он здесь есть. Вот free. Вы очень просто можете в него вступить. Вот ссылка на Дискорд у нас на сайте платформы. Вот с самого низу. Опускаете вниз. Здесь есть Дискорд. Вступайте. Он бесплатный. Вот там нет очень много функционала платного. Но вы сможете пообщаться и спросить у людей, стоит ли вообще покупать эту подписку. Потому что это важно. На платформу у нас, значит, скидки есть огромные. С платформы вы получаете портфолио разного типа. Академию, где здесь сумасшедшие курсы, которые сделали для вас наша команда. Вот здесь скоро появится вкладка Research Crypto. Добавится и блокнотики, и добавится наша IDO Launchpad площадка. Потому, господа, вступаем, пробуем. Это точно стоит того. 10 баксов это стоит. Это для вас копейка. Но я вас уверяю, что с помощью этого курса вы получите сумасшедшие знания в виде анимации. Очень просто будет, очень понятно. Ну, допустим, вы не знаете, что такое стейблкоины, чем они обеспечены и какой вообще выбрать. Нажимаете на стейблкоины, переходите внутрь урока. Читаете и смотрите анимацию. Здесь полностью все. Как работают разные стейблкоины. Как они печатаются, лочатся, минтятся. Здесь абсолютно все анимации на все темы. Потому, господа, жду вас в нашем сообществе. По ссылке в описании. Это первая ссылка. Покупайте, докупайте, усредняйте. Чем на дольше берете нашу подписку, тем дешевле это стоит. Если же вы берете подписочку, значит, all-in-one, вы получаете 100 дней криптокомьюнити и платформу, да, не за 230 баксов, а за 210 долларов. То есть, вы, по сути, платите за платформу 10 баксов аж за 100 дней и получаете в подарок и дискорд. И все это по огромной скидке. Потому, чем больше покупаете, тем дешевле это стоит. Почему 200 баксов стоит дискорд? Думаю, что вы понимаете. Мы очень много тратим туда времени, идей, всего там делаем. Там и опихи, и разные типы взаимодействия с сообществом. Это full-time работа с сообществом в онлайне каждый, по сути, день, кроме выходных. Даже на выходные мы приходим по 5-6 часов, сидим во флудилке и решаем ваши проблемы. Поэтому вступайте вместе веселее, вместе продуктивнее. Там есть все. Вот такие дела. Поэтому, господа, не стыдно показать данный продукт. Пока у нас есть баги в портфолио, вы нам делаете баг-репорты вот здесь. Мы их очень быстро фиксим. Потому, думаю, что через пару месяцев уже все будет прям отлажено. Так, что мама не горюй. Баги есть. Это, думаю, что все понимают, что без багов никуда. Потому, что мы делаем IT-продукт. Сейчас подыскиваем инвесторов. Если вы такой, хотите инвестировать в нашу платформу и у вас есть фонд. Или вы хотите быть участником, уже как бы инвестором в наши продукты. И с этим развиваться, то здесь есть вкладка Dust Angels, Dust Bro. Вот здесь, внизу на сайте. Нажимаете и пишите, что вы хотите. Это инвестиция, сумма, Telegram, Discord и email для связи с вами. Потому, если вы инвестор, мы вас ждем. Пообщаемся, обсудим условия и будем вместе двигаться. С этим закончили. А теперь погнали по монетам. Пройдемся по их графикам. Итак, погнали. Так, что у нас первое? Ну, биткоин я показал, да. Первая цифра фиксации будет на 60 тысячах долларов. Я вам покажу основные рекомендации, которые у нас были в нашем сообществе. Вот так они выглядят. Это покупать хардкап активы с 60-75 падения от All Time High. Это в первый раз. Соответственно, можно покупать еще потом. Миддл капы. 80% от падения от All Time High. Эти все проценты можно под себя настраивать. Вы сами принимаете решение. Это просто рекомендации. И лоукапы 90-95% от All Time High. Некоторые дают и 99% от All Time High. Потому не переживайте. Так, с этим закончили. И будем фиксироваться частями. То есть, по битку, где-то вот здесь, в этом портфеле, это будет примерно 3x. Выйдем на 60% актива, чтобы скомпенсировать наше вложение почти на x2. И тогда уже можно 40% держать дальше вверх. Если вдруг оно развернется, невелика потеря. Зафиксируем здесь еще часть. И средняя цена немножко упадет. Но мы будем в безопасности. Если пойдет вверх, будем дальше фиксировать 30%. И в рынке оставим 10%. И вот, то есть, частями будем разгружаться. Набирать тоже нужно частями. Просто сейчас очень хорошая точка для покупки. Плюс, если вы сейчас тоже входите, то я бы поделил бы эти все портфели. И еще бы добавил бы 2к бакса в виде фиата, чтобы докупать, если будет падение. Или просто, если будет накопление боковиком. Вот такие дела. На фьючах спекуляцию мы оставили ровно половину. Хоть это очень много. Я считаю, это просто для вас, чтобы я показал, как работать с риск менеджментом. Это будет в будущем на канале. Дальше едем. По эфиру. Что по эфиру? Так, по эфиру с Камина Габалина. Он нас пока не разочаровал. Держится. Гляньте, как круто держится на данной линии тренда. Не ломает ее. Это очень длительный тренд. Уйдет, по сути, уже 6 лет. Потому, господа, пока все ракетуля. Очень круто отрабатывает этот валидный тренд. Дальше. У нас в BNB. По BNB. Не пробил он эту зону. Не упал. Тут огромная дырка. Очень боюсь за эту зону. Потому, что если пробьют, то полетит просто к чертям. Потому, что здесь нет никакой поддержки. Вот. Потому, господа, пока он смотрится сильно. Уже не переписывает свой лоу. Но здесь было очень опасно. Поэтому я предупреждал людей, что если ударит ниже, дождитесь, пока он вернется. Лучше купить выше. Но уже понимая, что он не упал, чем купить вот здесь и получить вот такую габалину вниз. Думайте, пожалуйста, головой. Наперед. Вот. Это был BNB. Дальше. У нас Ада. Василь. Скоро у нас. Главное, еще раз говорю, что Николя Маржин. Обновление сегодня должны анонсировать. Пока. Очень страшно. Эта фигура смотрится вниз. Маркетмейкер затягивает всех в лютую скамину. Вот такими вот лесенками. Может все это пробиться к чертям. И вот здесь, скорее всего, вот тут будем ее ловить. Потому дождитесь, как обновление отразится на цене. Не покупайте сейчас. Лучше получить отскок и купить дороже на 5-10 центов. Но уже понимая, что все окей, чем потом вот тут купить и вот тут сидеть. Подумайте, пожалуйста, об этом. Потому что уровень бьет очень страшно. Давление продавца еще присутствует на рынке. Также будем фиксироваться уже ближе к данным уровням. Вот где-то вот здесь. Так, по саланке. Все отлично. Кстати, кто спрашивает, когда будет розыгрыш. Значит, 100 салан. 40 я уже раздал. Еще 100 раздам. Буквально 1-2 дня. Дайте мне все закончить. Я раздам в Твиттере. Потому в Твиттер подписываемся, господа. Потому что я лупану по маркету еще раз. Я ей-богу говорю. Я в прошлый раз лупанул по маркету. Увидели, что произошло. В этот раз лупанул. Все полетит просто в скамину. На 1 доллар. Потому или ставьте лимитки, или я лупанул. Потому зашли. Подписались на канал. Поставили лайкос. Написали комментарий. Кирито Эвенсито. Спасибо за эту скамину, что ты завел нас всех в эту кочегарку. И подписались на Твиттер, чтобы мы с вами дальше двигались. Скоро получим галочку. Вот такие дела. Здесь куча полезной информации. Поэтому едем дальше. Подписываемся. Все по ссылкам в описании. Господа. Дальше. У нас есть соланка наша. Так. То же самое. Поджимается к уровню. Переход Хеллиума пока никак не отобразился на цене. Скорее всего это уже было заложено. Этот инсайт. Посмотрим, что будет дальше. Упадет она или нет. Упадет. Куплю вообще. Я готов. Если. Вот не дай бог. Она упадет на 20 баксов. Тысячу штук. По маркету сразу куплю. Потому. Господа. You are welcome. Кто там орет, что Кирюха купил по 40-30 баксов салан. Я здесь купил 50 штук. 50-100 штук. Первая моя покупка была по 12-40 долларов. Я если помните набирал каждую неделю месяц. Вот так набирал саланку. Тут не продавал. Уже почти всю раздал подписчикам за разные инициативы. Мне не жалко. Потому я не переживаю мне еще как раз купить красота. Никогда не покупай на пиковой отметке монеты. Хоть и говорю, что можно покупать по любой точке. Но есть одно но. Вы забываете. Покупать можно и вот здесь. Если вы здесь купите одну монету, ничего с вами не случится. Это будет точка для входа, чтобы вы могли считать. Точку для входа сделали. Цена упала. Купили 10. Цена упала. Купили 50. Средняя цена будет где-то вот здесь. Я вам гарантирую, что средняя цена будет где-то вот здесь. А не вот здесь. Потому точка входа в рынок на маленькую сумму не влияет ни на что. Потому это полный бред. Люди, которые не слушают полностью и несут дичь, скорее всего, меня плохо слышат или слушают. Идем дальше, господа. А что это с экраном, блин? Ё-моё. Так, все нормально. Чуть не соскамели на вебку. Так, скоро буду обновлять и вебку, и качество записи. Поставлю 4К камеру, разные ракурсы. Свет будет, муа, красота будет, господа. Куча форматов я придумал на YouTube. В общем, пойдем. Скоро в Буллран. Пока на Буллране мы разрабатываем проект. Вот. Но скоро, скоро, господа, будет у нас движуха. Так. Трафик потихоньку возвращается. Послание все сказал. Дальше. Что у нас еще? У нас, господа, дот. Полкодот слабо себя показывает. Но думаю, что он себя еще покажет. Уже пробил свой all-time low. Ты шо, блин, скамина? Ты шо делаешь? Я тут сейчас раф, раф, ё-моё. Если ты ролик смотришь этот, ё-моё, шо такое, блин? Падает в скамоту. Я-то покупаю. Но, блин, шо такое с этим дотом? Мама моя, не горюй. Люди же, блин, сидят, думают. Ты это покупай, докупай, усредняй. На фулл котлету влетай. А тут оно это не растет. Мы же все ждали, что будет вот такая вот палка вверх. Само собой, шутка, кто не понял. Никто этого не ждал. Я себе спокойно сижу, покупаю отличные цены. Потом, как всегда, да, вот падение, падение, падение. Покупаешь. Все говорят, вот ты дурачок, дурачок. А потом вот здесь все орут. Вот если дот будет там 10 долларов, я бы тогда купил бы, уже был бы x6. Вот тут вы его и не купили. Вот такие дела. Даже вот тут не купите, потому что вам страшно. Нужно ставить четкие цели. Купили по 10, 100 монет. Купили по 6, 300 монет, 200 монет. И потихонечку набираете. Вот тут купили, тут купили, тут купили. Потихонечку, не спеша. Булочки расслабили. Кофеечек взяли. Пледик взяли. У меня тут пледы по кругу, по комнате висят, потому что звукоизоляции никакой. Но как-то нужно выкручиваться и на рынке, и в жизни. Ё-моё. Я сижу в обычном кресле, в обычном худи. Все говорят, Эванс, а что ты не с роликсами? Вот это вот миллионер, да? Наушники оплеванные, монитор оплеванный. Сам такой сидишь непобритый. Да какой ты миллионер-то? Это все такое. Если вы не знали, то все миллионеры практически в свободное время ходят в спортивках. Им вообще все равно, что о них думают люди. Но зато самые крутые ребята, инфобизнесмены, ходят с роликсами, и в тачках ездят, и с крутыми телочками. Вот, потому подумайте, кто эти фейковые инфобизнесмены, а кто по-настоящему показывает результат. Вот такие дела. Так, поехали дальше. Кучу воды налил, блин. Пу, зачем я это начал? Ё-моё. Так, ну, чтобы вы не расслаблялись, вам вот так. Ё-моё, надымил тут дуралей. Скажут, боже, что делать? Пропаганда вот этой штуки, господа, успокойтесь. Это без никотиновая шня. Так, что у нас? Атом. Мой любимый атом. Посмотрите, что эта лапусечка делает. Посмотрите, что она делает. Это ж красотулино. Ё-моё, гляньте. Так, сколько он дал? Вот я покупал по 8. Кто там орал, что я додик, да? Кто там купил по 6, красота. 100% на медвежки. 100%. Кто покупал по 5, по 6, 200%. Господа, что? Где заработки? Вы спрашиваете, где заработки? Яйца нужно иметь, чтобы эти заработки утащить. Чем больше яйца, тем больше будут заработки. Не в буквальном смысле, да? Так, едем дальше. По атому все понятно. Отлично держится. Так, так. Все. Нир стоит себе здесь, пока не пробил. 3 доллара стоил. Я по 5 покупал. По 5. Он 3,75 стоит. Вы под меня покупаете. Вы в выгодной точке. Я покупал по 5. Вот смотрите. Я по 5 купил. Вот здесь. Вот. Вот тут. Я покупал по 5. Вы купите по 3,5. Что бояться? Эван сидит. Как сказать? По горло в этих щиткоинах. А вы покупаете дешевле меня, по сути, на 30%. В чем проблема? Ну не покупайте. Где будете покупать? Где? Где? Вот тут, да? Вот сюда ждете все. Вот сюда, да? Ну ждите. 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 Давайте. Давайте. Будем все ждать сюда. Вы же самые умные. Нам всем дали. Благо, что нам хоть это дали. Я вообще не думал. Я думал, что Нир в жизни не упадет ниже этой отметки. 6-7 баксов. Он упал. Нам дали то, чего мы даже не ждали. По битку я думал. Да все. Как этот игрок может дать на ниже 30-ки дали. Так что вы нуете? Покупайте, мать моя. Когда же еще покупать? Как Базилев вот сказал в твиттере. Гляньте. Что Базилев? Гляньте, что Базилев сказал. Базилев фигни не скажет. Гляньте. Вот, гляньте. Покупаем, товарищи. Не скупимся. Покупаем, не скупимся. Ё-моё. Покупаем. Что вы сидите, ё-моё? Базилев и не скажет. Так. Давайте дальше. Дальше. АВАКС. АВАКС два ка штук набрал. Вы видели? Еще раз говорю. Кто не видел? Показываю еще раз. Чтобы вы не думали. Кто-то считает, что это демо счет. Вы с ума сошли? О транзакции? О покупке? Вот. В смысле демо счет? Давайте. Открыть. Так. Где Базовая? Смотрим. Позиции. Да. Вот. Две открытых. Тоже. Да. История ордеров. Тоже. Это все демо счет, чуваки. Это все демо счет. Покупка. Это все демо счет. Сто процентов. Давайте сейчас купим по маркету. У меня осталось тут. Эх. Уже потратил сегодня все так по маркету. Смотрите. Опа. Демо счет. Господа. Демо счет. По стакану бью. Демо счет. Смотрим. Вот. Купил. Еще полтора АВАКСа. Давайте. Откроем. Демо счет. Да. Демо счет. Господа. На 320к. Демо счет. Красота. В общем. Пока мы эту отметку не преодолеем. Ничего не произойдет. У нас. Значит что. Пока не обновили этот лой в 30 баксов. Ничего плохого нету вообще. Поэтому по АВАКСу все понятно. Матик. Матик. Что там. Корректируется или нет. А то он что-то летит. Летит. Коррекции не видно. Матик. Есть. Развернулся. Наконец-то. Да. Потихонечку падает. Скорее всего придет вот сюда на тест. Это 0.62. Посмотрим будет ли пробивать дальше. Пока сильнее всех смотрится на рынке. Хелиум. HNT. Уже показал. Но покажу еще раз. Как я показывал, что он будет поджиматься. И что у этих уровней нужно накапливать. Вот. То вот сюда он в принципе и пришел. Пока все отлично. Элронт Еголд. Так. Тоже накапливается. Смотрит ниже. Да. Смотрит ниже. Если будет падать. Дождитесь. Данного уровня. 40 долларов. Будет падать. Вот сюда. Скорее всего. Да. Вот сюда. Вот эта вот зона будет. Если будет пробой. То вот тут он будет разворачиваться. Поэтому терпите. Ждите. Можете даже проспекулировать. Кузама. КЗМ. Я первую свою Кузаму покупал по 200 баксов. Очень сильно была нужна. Чтобы ее положить и получить другие монеты. По 200 баксов. Вдумайтесь. Покупал. Купил 10 штук. Вот тут. Она стоит сейчас 41 бакс. Я вот буду ее добирать. Потому что тут купил 10 штук. Тут готов купить. Ну. Ну. Штук 500. Вот тут я купил 10. Тут куплю штук 500. Опять же. Если будут средства. Откуда возьму средства? Спросят у меня люди. Я потихонечку фиксирую свой венчурный портфель. Даст. Блин. Не сюда. Даст. Венчурс. Я фиксирую потихонечку. Сидон там. Вот. Кьюмол фиксирую. Скоро будет запуск. Айдио площадки. Будет памп. Я буду фиксировать. И потихонечку покупать на эти деньги монеты. Я всегда пытаюсь откуда-то вынимать. Ребалансировать. Мне эти риски не нужны. Мне главное выйти вот в плюс по данному портфелю. Потому это и есть венчурс. Главное потихонечку выходить. Уже прошел год. Я их всех продержал целый год. Никому с компанией не соврал. Пообещал год держать. Год продержал. Кому интересны все активы, которые мы набрали. Я говорил людям, что из 33 проектов доживут мало. Но те, кто доживет, окупят все. У меня один проект окупил весь венчурный портфель. Найти его можно. Если опуститься на платформе в самый низ. Здесь есть кнопочка Dust Ventures. Вот, пожалуйста, изучайте. Так, поехали дальше. Это Кузама. Дальше. Тезос. 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 Икс. Тези. Не пошел. Все правильно. Так. Тезос пока очень слабо себя показывает. Пробьет данную зону. Вот у него последний рубеж. Пробьет. Будет вот тут 36 центов стоить. Думаю, что психологическую зону в доллар он не пробьет. Вот, потому я бы это, скорее всего, взял бы вот так. Вот. Это максимально, что я вообще вижу по Тезосу. Доллар он, мне кажется, не пробьет. Эфириум классик. Тысячу штук набрал. Чилю. Мне очень он нравится. Смотрите, как круто он идет. В рамках этого накопления вниз. Очень круто тестит уже выход с данного валидного канала. И ниже пока не идет. Но очень страшно всем, потому может провалиться вот к 17 долларам. Провалится. Ребята, набирать самое время, кто не успел. Так. Эфириум классик прошли. Монеро. XMR. Мало его покупал, но есть в портфеле. Потому пока смотрится все вниз. Смотрится, но он очень сильно вырос за прошлый год. Тысячу. Почти 17 иксов. Из 17 иксов коррекция 82%. Это ничего. Кстати, он очень мало упал. Очень сильно его держат. И коррекция пришла вот сюда, получается. Мы потестили опять эти зоны. И самая сладкая зона здесь, да. Ну, она вот очевидная. Это вот старт этого буллрана. Скорее всего, ниже этой зоны не будет. Так. Монеро. Zcash. В общем, формат у меня очень простой. Я то, что вижу, то и делаю. Кто-то там пытается какие-то сложные вещи делать. Ребята, все на рынке очень просто. Тут самое сложное не аналитика, не теханализ, а терпеть. Покупайте и ждите. Это самое сложное. Линии рисовать на графике несложно. Терпеть сложно. Вот что самое сложное. Так. Zcash тоже, в принципе, дал неплохой прирост за год. Тоже 16 иксов. И упал на 86%. Это, кстати, немного. Немного. Но вот, скорее всего... Не знаю, мы это пробьем, но очень бы не хотелось. Потому что он будет падать дальше. Если пробьет данную зону. Так, Zcash. Dash. Именно поэтому мы их набираем в наш портфель на минимальное количество. Обратите, пожалуйста, свое внимание, что все эти low cap монеты, они вот в этом портфеле, даже если они упадут на процентов 50 все вместе, то ваш портфель просядет на 5%. Почему? Потому что у вас их только 10% всего. Именно в этом суть диверсификации. Дальше. Zcash посмотрели. Dash Litecoin. Dash. Dash. Гриня, привет. Когда там 2 кобаксов по Dash? Я ж купил по твоим прогнозам. Ё-моё, Гриня. Что такое? Что будет пробой? Ладно, будет пробой. Все равно мне он очень круто смотрится. Вот в рамках этого всего накопления. Очень интересная такая вот штука получается здесь. Да? Вот такое накопление. Такие накопления могут очень сильно выйти потом наверх. Но на это очень много времени нужно. Очень так часто делает XRP. 2-3 года мурыжет, а потом стреляет. Потому рано или поздно он полетит. Я потому держу и даже не планирую его продавать. Litecoin. Все то же самое. Вот самая сладкая точка. Самая сладкая вот здесь. Здесь мы и стоим. И Decreet. DCR. Он у нас пока... Вот я планировал, да, что он вот так вот улетит. Конечно же этого не случилось. Потому вот здесь была точка перелома тренда. Вот здесь она и была 100 баксов. Мы отсюда и упали. Вот такие дела. Потому, господа, смотрим, что у нас. Я его не покупал ни в коем случае. Вот. Сейчас уже буду думать, покупать его или нет. Но вот ближайшее накопление, оно у нас вот здесь. Это самая сладкая точка для большого игрока. Где он, в принципе, и накапливал все свои монеты. Вот здесь он их накапливал, чтобы потом их вывести в диапазон повыше. И распределить. Потому нижнюю точку этого диапазона, то есть верхнюю могут дать вот так. Но нижнюю вряд ли дадут. Потому, господа, ниже этой отметки покупайте. Не бойтесь. Яйца нужно иметь. Потому смелость вам потом окупится. Вот такие дела. В общем, по монетам все. По проекту все. Все ссылки, если вам они нужны, в описании под роликом. Забирайте, получайте. Все остальное самое интересное на нашем Дискорде. Потому, жду вас в нашем Дискорде по ссылкам в описании. Залетайте. Если вы не сможете с помощью наших знаний, которые мы вам дадим за 100 дней, окупить то, что вы в них вложили, господа, я не знаю, что я вам сделаю. Нет почти ни одного человека, который пришел к нам за 100 дней, не получил все ответы на свои вопросы и не смог понять, как работает механика рынка и как на нем не терять. И почему. Потому, мы вас там ждем. У нас куча лекций. Куча онлайна. У нас куча разных экспертов. У нас есть валидаторы. Есть люди, которые... У нас, кстати, есть такая штука интересная. Мы собрали 8 самых актуальных тем. В DeFi, в NFT, в метавселенных, в разных индустриях. У нас появится на площадке вкладка Research. И наши же люди в Дискорде будут делать ресерчи, за которые мы будем их вознаграждать монетами. И вы сможете их читать за бесплатно, по сути. Или, скорее всего, мы сделаем такую мини-пул и будем собирать со всего сообщества, там по, не знаю, по 50 копеек, чтобы это было людям как мотивацией, чтобы пул этот рос, и чтобы они потом, кто выиграл, забирали этот пул. В общем, мы придумаем модель не суть. Главное, чтобы эта площадка хоть немножко окупалась. Потому что этих 10 баксов и 200 баксов нам нужны для развития сообщества и для того, чтобы окупать нашу команду из 40 человек. Мы тратим нашу команду 60 тысяч долларов в месяц на разработку всех наших фич. Скоро, 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 не буду говорить, когда мы планируем анонсировать запуск разработки нашего лаунчпада. И, господа, это очень длительный процесс. Мы ждем инвесторов, чтобы они нам помогли. Потому, друзья, всем спасибо за поддержку, всем спасибо за тест наших продуктов, за ваш фидбэк, за ваши баг-репорты, за все, что вы нам даете. Мы вам взамен даем кучу всего. И даже некоторые вот эти вот вещи, которые вы увидели, это некоторые из полезных вещей в нашем Дискорде. Там их намного больше, потому мы вас там ждем. Не жлобитесь купить подписку на 10 баксов или даже подписку на 200 долларов на 100 дней. Это 2 доллара, мать его, в день. Это кружка хорошего кофе. Лучше не попить кофе, но получить кучу знаний, которые вам окупятся уже на Bullrun. В общем, господа, всем спасибо за просмотр, спасибо за подписки, за лайки, за шеер видео в разных ваших соцсетях, за продвижение нашего сообщества и общего дела по криптомасс адопшену не только в СНГ, а и вообще. Вот, всем профита еще раз. Удачи, чтобы ваши портфельчики тоже были мультимиллионными. Профита всех обнял, всех приподнял и пошел отдыхать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok